всем привет продолжаем изучать unity с нуля из предыдущих уроков мы уже научились создавать проекты знаем где они хранятся и и видели даже систему папок мы изучили некоторые пункты главного меню кнопки работы с игровыми объектами мы добавляли на сцену эти самые игровые объекты даже добавили материалы кое-кто я думаю сделал уже свою интересную локацию мы научились создавать сохранять открывать сцены но все это еще далеко от игры если мы нажмем на кнопку play то мы видим статичную картинку и по ней в общем-то гулять не можем но мы конечно можем здесь попытаться как-то нажимать на какие-то клавиши но ничего у нас из этого не получается максимум что мы можем сделать это выбрать скейл и вот так приблизиться но это всего лишь увеличение картинки а не какое-то движение поэтому сейчас в этом уроке мы познакомимся замечательной составляющей unity если можно так сказать с тем что называется asset store то за что unity многие очень любят если у вас вкладке asset store нет то есть два пути решения это выбрать опять же layout default и у вас эта вкладка появится либо выбрать пункт меню window и здесь тоже должен быть пункт меню asset store или комбинация клавиш control 9 что такое asset store это плодовая ассетов можно так сказать но для начала нужно понять что такое ассеты но эта термонология такая которая взята из геймдф и в unity используется достаточно активно если вы возьмете посмотрите в словаре что означает слово ассет вы увидите первый перевод это активы банковские активы то есть по сути ассеты для игрового проекта это все ресурсы этого самого проекта это и материалы и текстуры и сцены и какие-то другие объекты с которыми мы дальше будем работать и это персонажи и прочее вот сейчас в asset store которым есть как платные так и бесплатные ассеты то есть ресурсы для игр мы найдем то что может нам помочь например начать перемещаться по сцене я покажу только основы дальше вы сами исследуете вот например здесь для того чтобы кстати было удобнее мы можем нажать здесь на многоточие выбрать максимайз тогда окно asset store станет у нас развернется на весь экран и это значительно удобнее давайте у вас скорее всего все свернуто вот так вот здесь все ассеты разбиты на категории можно использовать поиск то есть что-то там конкретное найти но допустим вы не знаете что вы хотите найти но категории могут помочь во первых у нас 3d разворачиваем 3d во вторых мы хотим чтобы у нас был некий персонаж который ходит по локации по нашей сцене и этот персонаж человекоподобный поэтому выбираем humanoid далее мы получаем уже результаты но мы видим что здесь все это стоит каких-то денег а мы не готовы тратить деньги на эти вещи поэтому мы пролистая немного вниз и выберем прайс 0 либо здесь может появиться кнопка которая называется free assets 0 почему-то не получается я что-то такое сделала и у нас включился фильтр от 5 долларов да давайте этот фильтр отключим убрать флажок on sale only вот так у меня была включена на распродаже от 5 долларов выбираем этот флажок и у нас цены от самой нижней до высокой либо здесь я надеюсь уже можно будет да можно выбрать 0 и вот есть кнопка free assets только бесплатные здесь очень много разных ассетов признаюсь честно появляются новые я не успеваю за всеми следить я думаю что когда вы будете заниматься активно вы исследуете очень многие асты это вообще отдельная история занимающая очень много времени но я хорошо знаю что вот этот вот ассет достаточно хорошо работает я его выберу то мы видим здесь мы видим название ассета мы можем посмотреть превью картинки и даже видео вот к сожалению в внутри unity не всегда отображается видео и лучше это смотреть на сайте потом я это покажу на следующем уроке здесь мы можем прочитать описание что входит в этот ассет вот мы видим что у нас есть целый список анимаций мы можем открыть пакетч контент и посмотреть структуру файлов иногда важно посмотреть потому что у нас появится вот такая папка с таким вот именем супер циан character pack free sample иногда начинающие не обращают на это внимание потом не могут найти мы можем увидеть размер этого ассета всего лишь около 8 мегабайт и это очень здорово особенно если у нас медленный интернет или мало места на диске а еще мы можем увидеть что этот ассет сделан для версии unity 5.5.0 и выше а также он обновлялся и последний релиз его был в ноябре девятнадцатого года мы можем также открыть вкладку релизы релизы и посмотреть последний апдейт что здесь было изменено вот смотрите как раз таки по датам что было улучшено и иногда в некоторых ассетах прям так и написано что например были какие-то внесены изменения которые позволили этот ассет использовать для unity более старших версий но если у нас написано 5 5 0 и выше то в принципе можно не не волноваться большинстве новых версий все открывается хорошо почему я так подробно говорю о версиях потому что если вы смотрели видео о том что unity есть разных версий то надеюсь помните что я говорила что в разных версиях появляются какие-то нововведения и далеко не всегда старые проекты безболезненно открываются и работают в новых версиях unity но естественно наоборот если ассет был создан более новой версии то старой версии он может потерять какие-то свои характеристики и так здесь мы получаем общую информацию об этом ассете об этом пакедже правильнее сказать это пакет такой и мы видим большую кнопку у вас эта кнопка скорее всего download у меня апдейт потому что я уже загружала этот ассет неоднократно кстати говоря для того чтобы беспрепятственно иметь возможность работать с asset store необходимо чтобы вы были авторизованными то есть вот я зашла в учетную запись в unity хаби и соответственно у меня все под моей учетной записью если не совсем понятно о чем я говорю я оставлю ссылку под видео по поводу авторизации и активации лицензии unity то есть если мы не вошли в аккаунт у нас не будет возможность скачивать все эти вещи спокойно и так у вас скорее всего кнопка download вы на нее нажимаете я нажимаю апдейт и у нас происходит скачивание после этого появляется кнопка импорт и теперь мы можем распаковать все это в наш проект обращаю ваше внимание еще раз что важно посмотреть на имя папки потому что именно эта папка у нас появится в этой папке будет у нас все что мы импортировали свой проект нажимаем на кнопку импорт иногда приходится достаточно долго ждать если большой у нас пакет и когда процесс завершился все уже можно смотреть но поскольку мы развернули окно asset store на полную нам нужно обратно его сделать меньшего размера нажимаем на многоточие и убираем здесь максимальз переходим во вкладку сцены здесь ничего не изменилось но вот появилась вот эта папка супер цен и в этой папке у нас есть тоже папка с с папки сцены и вообще папок с одинаковыми наименований может быть сколько угодно они включены в разные места поэтому это нормально и мы можем открыть демо сын двойным кликом надеюсь вы не забываете сохранять свои сцены вот у меня звездочки нет сцена сохранена но в принципе если мы ее не сохраним вы давайте для разнообразия сделаем какие-то изменения пытаемся открыть другую сцену и unity нам предлагает сначала сохранить текущую вот здесь такой вот мальчик в окне гм его сначала не видно потому что здесь программа управляется его движением но если мы нажмем play то мы видим что наш персонаж умеет ходить правда мы не совсем видим что он ходит потому что здесь очень большая локация и такие в общем не подобранные текстуры мы не видим никаких изменений цвет к сожалению не передает движение но если мы вернемся на сцену и например а это у нас огромный огромный play вот он такой огромный давайте двойным кликом я по мальчику кликну и вот мы его видим здесь приближаем то есть он здесь есть давайте возьмем и этому play ну накинем материал травы вот этот материал опять же play он очень большой поэтому трава кажется огромной но сейчас нас это не сильно должно волновать мы посмотрим как ходит наш персонаж вот он действительно ходит и в принципе мы можем уже здесь на этой локации создавать все что мы хотим но я рекомендую прежде чем вы начнете вносить какие-то изменения вот эту сцену перри сохранить другим именем выбрать файл сфс и давайте сохраним прямо вот в свои сцены например я напишу my character вот теперь это моя сцена я могу вносить в нее любые изменения могу добавлять сюда любые объекты ставить стены красить их и прочее прочее то что мы в принципе с вами изучили и я вам рекомендую попробовать поработать с этой сценой я думаю что вам понравится теперь уже путешествовать по локации это интересней но в одной из следующих частей я покажу как и существующие сцены перенести на новую сцену те объекты которые вы создавали ранее но все постепенно и желаю всем успехов поздравляю вы уже хоть и новичок но уже понимающие основные инструменты unity и вполне вы можете сейчас создавать свою локацию по которой будет гулять персонаж рекомендую посмотреть asset store возможно вы найдете что-то интересное здесь также есть если мы вот вернемся назад это я выбрала персонажи но если кому-то интересно можно выбрать не персонажа например раздел давайте уберем characters даже свернем а например раздел environment окружение здесь могут быть целые готовые уже локации но я это уже показывать не буду попробуйте самостоятельно я думаю что вам очень понравится желаю всем творческих успехов подписывайтесь на канал следите за обновлениями и совершенствуйтесь в unity пока пока